Здравствуйте! Вы смотрите видеоканал компании Viva Telecom. Меня зовут Вадим Калинин и я сегодня проведу обзор тактического рюкзака производства компании 5.11. Называется он All Hazard Prime. Данный рюкзак разработан специально для спецподразделений антитеррористических, но понятное дело, что мы можем использовать его и в повседневной жизни, то есть в городе, на охоте, на рыбалке, в командировках, в походах. Рюкзак выполнен из неилона плотностью 1050 ден. Я сейчас расскажу о его устройстве, то есть в низших отделах назначений. Рюкзак, раз он разработан для спецподразделений мобильных, то он, соответственно, выполнен узким, но высоким. Емкость у него 28 литров, но он совершенно низкого движения, потому что по ширине он хуже плеч, по высоте он, получается, тоже не мешает передвижению. То есть на фотообзоре это видно, то есть даже с моим ростом, метр семьдесят четыре у меня, он не совершенно низкого движения никак. Так, начнем о нишах. Спереди расположены лямки моли для крепления дополнительного оборудования, и также спереди расположена площадка на липучке для крепления различных шевронов. Есть доступ к переднему карману, он глубиной, ну, фактически, вот, от нищего, когда достает, то есть тут можно какое-то оборудование убрать. Далее сбоку, точнее, с передней части идет большой органайзер, под ручки здесь три, получается, средних карманов, один карман, вот, рука помещается в нем, и еще один глубокий карман, то есть только сантиметров двадцать пять, наверное, глубины. Для большого кармана предусмотрен коробленчик для крепления ключей. Считаю недостатком, что в органайзере нет ни одного кармана на замке, так как, допустим, для хранения каких-то важных документов, там, паспорта или водительских прав, хотелось бы, чтобы был карман еще и дополнительно защищен замком. Кстати, замки здесь все фирменные, в компании ИКК. Дальше идем. Вот есть ниша снизу, с закрытой сеткой. Она используется для, например, хранения каски, либо какой-то одеждой. Сейчас я покажу. То есть лямка, вот, она достаточно широкая, то есть ее, эту нишу можно расширить очень широко, то есть даже каска строительная, там, или военная, она сюда запросто входит. А сетка не позволяет ей упасть сбоку. Далее, в рюкзаке сделаны две больших ниши с ограничителями. Я сейчас о них тоже подробно расскажу. В первой нише они раскрываются полностью на 180 градусов. В первой нише нанесена ткань и лямки моды для крепления какого-то оборудования. И есть две быстросъемных сумки сетчатых для хранения, например, медикаментов или предметов гигиены. Ну, понятное дело, что назначение вы можете любое предусмотреть, но в первую очередь, наверное, будет удобно хранить именно медикаменты. Внизу, на дне, сделано сливное отверстие. Если попадет влага, то она будет сливаться через это отверстие из рюкзака. Допустим, если вы подпали под сильный дождь или намочили его, то все через это отверстие сольется. Также сделаны ножки для того, чтобы не тереть само днище рюкзака. Ну и как же можно затвить, что это они полые. Далее, следующий отдел. Следующий отдел также по объему достаточно большой. Кто-то делал, открыл. Вот они. Достаточно большой. Также он раскрывается на 180 градусов. В нем расположены два кармана. Здесь один глубокий. Например, он подойдет для хранения ноутбука. Я думаю, сюда 15-дюймовый ноутбук войдет. И с этой стороны маленький гармончик сделан для хранения каких-то дополнительных вещей. Основной отсек глубиной где-то около 10 сантиметров. Он сшит рюкзак во Вьетнаме. Так, закрываем большой отдел. И показываю еще. Есть отдел сверху. Он обшит флисом. Здесь предусматривается хранение очков или телефона. То есть каких-то хрупких либо царапанных вещей. Ниша достаточно большая. Если сравнивать с серией Rush, то она примерно раза в три больше, чем у Rush 12 рюкзака. Тоже от 5.11 производства. Так, ручка здесь с уплотнителем. То есть она отличается от серии Rush большим удобством. То есть там просто есть ткани. Здесь еще и уплотнитель дополнительный стоит. Далее сзади также предусмотрен карман для крепления гидратора. Либо дополнительный бронепластины. Так как это для тактических подразделений рюкзак. То сюда стоит пластиковый вкладник внутри, чтобы сохранять корпус. И не гнулся рюкзак сильно. Но здесь можно поставить еще и бронепластины. Спинка рюкзака выполнена из сетки. И предусмотрены вентиляционные отверстия. Когда рюкзак на вас, на лямках нанесена сетка. Здесь сетка. И через эти отверстия будут, спина ваша будет продуваться в жаркое время. Также для второго отсека большого, также сильное отверстие установлено еще. И также сзади есть две резиновых вставки. Для того, чтобы рюкзак во время бега или быстрой ходьбы не по горизонтали не смещался. То есть она дополнительно держится на одежде. Позволяет рюкзаку держаться на одежде. Сбоку здесь еще также опять глянки и моржи установлены. И сквозной держатель, например, для переноски топора, либо лопаты. И с этой стороны он есть, и с этой. Вот здесь. На днище также предусмотрены ручки еще для быстрого, допустим, для быстрого открытия, либо для такой переноски верх ногами рюкзака. Ну, все подробности смотрите на сайте. Это, кстати, расцветка WTF называется. Есть еще черный, песочного цвета. То есть все подробности и цветовую гамму смотрите на сайте. Стоимость также указана. Ссылка под видео будет на фото еще обзор, где рюкзак можно посмотреть, как смотрится на человеке. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.